Вес взят. В Чебоксарах завершился чемпионат России по тяжелоатлетике. В течение шести дней в центре маунтинбайка за награды и право выступать на мировом уровне боролись более 200 молодых спортсменов со всей страны. Чувашскую республику представляли 4 спортсмена. В турнире участвовали сильнейшие тяжелоатлеты из 50 регионов страны. Спортсмены соревновались в двух упражнениях – толчке штанги и рывке. Всего они разыграли 15 комплектов наград. В общекомандном зачете среди мужчин и женщин победу одержала сборная команда Москвы. Лидером в весе от 75 килограммов, да и всего чемпионата, стала неоднократная чемпионка мира и Европы Татьяна Коширина. Она завоевала золотую медаль. Успех, я думаю, в тренировке, в упорности, ставить перед собой цели. Просто надо хотеть, желать, стремиться. И, как говорится, конечно, приходится чем-то жертвовать, но, я думаю, это в любой сфере так происходит, и не только это в спорте. Кто занимается чем-то профессиональным, тот понимает, что это значит – отдаваться полностью делу. Успешно выступили и хозяева помоста. Воспитанницам Чуварской школы тяжелой атлетики удалось завоевать 8 медалей разного достоинства. Результаты неплохие для девочек. Это две бронзовые медали во взрослой команде. Я считаю, что для молодежной сборной это здорово. Они у нас в юниорском еще возрасте, в молодежном. И поэтому их результат сегодня по возрасту позволяет им, уже позволил отобраться и попасть на первенство Европы, которое пройдет у нас в октябре месяце в Албании. Поэтому и Мохина, Яна – 48 килограмм, и Баймулкина, Ирина – 53 килограмма. Обе будут сейчас вести подготовку. Среди юношей, среди мальчиков, мужчин, скажем так, у нас тоже в категории еще молодежный он в ранге иноходов Анатолий. Четвертое место занял в категории 56 килограмм. Я думаю, что это тоже неплохой результат для сборной страны. Ирина Баймулкина, чемпионка Европы, уроженка Ядренского района, результатом осталась довольна. Она завоевала бронзовые медали в рывке 76 килограмм и в сумме двоеборья 172 килограмма. Впервые тяжесть грифа ощутила 10 лет назад. Пришла в зал за компанию и заразилась железной болезнью. Тяжелую атлетику воспринимает как способ реализовать себя. Чемпионат в России мы готовились на сборах. У нас было три сбора подряд. И я сюда уже приехала со сборов. Счастливой для нашей республики стала категория до 58 килограммов. Титул абсолютной чемпионки России завоевала двукратная чемпионка Европы, воспитанница Чебоксарской спортивной школы имени Валерьяна Соколова Наталья Хлескина. В своей весовой категории ей не было равных. 91 килограмм в рывке и 108 килограмм в толчке. Конечно рада. Очень важные соревнования. Это главный старт года российских соревнований. Обрадовалась. В принципе к этому и готовилась. И очень довольна тем, что смогла подтвердить свой титул. Популярность растет у тяжелой атлетики. Хочется, чтобы больше занималось молодых ребят, девчонок. Спорт очень интересный, очень увлекательный и очень дисциплинирует. Хотелось бы, конечно, чтобы и в Чебоксарах, и в Чувашии больше занималось ребят. Не боялись. Родители отдавали в секции. Победа на чемпионате России обеспечила участникам путевку на чемпионат мира, который будет проходить с 28 ноября по 5 декабря в американском городе Анахаем. Рифат Фадкулин, Олег Якимов, Республика.